Один из самых страшных недугов современности болезнь Альцгеймера могут в обозримом будущем научиться лечить. Новое исследование, опубликованное в издании Nature Medicine, показало, простой анализ крови способен предупредить, разовьется ли у человека болезнь Альцгеймера за 16 лет до появления первых симптомов. О повреждении мозга, которое ведет к развитию распространенной формы деменции болезни Альцгеймера, может, в частности, свидетельствовать изменение уровня белка в крови. Тест выявляет белок нейрофиламент, который ассоциирован с нейродегенерацией мозга. До сих пор нет эффективного лечения этого тяжелейшего заболевания, однако, по мнению профессора Джукера из Немецкого центра нейродегеративных заболеваний, новый анализ крови станет очень важным звеном в клинических исследованиях. Все это позволит отслеживать эффективность упреждающих методов. По словам специалистов, болезнь Альцгеймера начинается по меньшей мере за 10, а то и за 20 лет до того, как появляются первые симптомы. И, конечно, совсем не факт, что новый анализ спасет миллионы пациентов по всему миру. Но с этим вопросом я как раз обращусь к Марии Гантман, врачу-геронтопсихиатру, главному врачу частной психотерапевтической клиники. Здравствуйте. Слышите ли вы меня? Да. Спасибо, что нашли время и с нами пообщались. Ну, точнее, пообщайтесь. Скажите, вот по данным центров США по контролю и профилактике заболеваний, болезнью Альцгеймера страдает около 5 миллионов американцев. Общая мировая заболеваемость на 2006 год, последняя статистика представлена, оценивалась в 26,5 миллионов человек, а к 2050 году число больных может вырасти в четверо. Таковы официальные данные. Диагностика за 16 лет до наступления деменции. Можно ли считать ее решением проблемы? Ну, конечно, это не решение проблемы, потому что остается открытым вопрос, что же делать. Хорошо. Предположим, человек за 16 лет узнал, что у него уже накапливается бета-амилоид и начинаются изменения. Нет никакого научного ответа, что ему делать, чтобы предотвратить деменцию. То есть это не прорыв? Да, это не какая-то сенсация и коренное изменение ситуации. Это дополнение, такое полезное дополнение. Хорошо, что не нужно брать спинномозговую жидкость. Хорошо, что это кровь. Они сами пишут в статье, которую мы сейчас обсуждаем, что, конечно, это не специфичный маркер. То есть у человека может быть черепно-мозговая травма, и у него этот белок тоже будет повыше. Вот мне важно, знаете, что понять, Мария, правильно ли, пишут некоторые исследователи, что болезнь Альцгеймера передается генетически только в одном проценте случаев, тогда как это возникает у огромного числа людей, просто ниоткуда? Или можно все-таки какой-то проследить закономерность? Ну, не то что ниоткуда, это возникает от жизни. Это такой вариант старения мозга, к которому есть некая генетическая склонность. Все-таки она есть? Да, но такие болезни называют многофакторными. Сахарный диабет. Нет, как правило, какого-то одного гена, который виноват. Какие-то условия среды действуют, мы никогда не знаем точно какие. Действительно, только несколько процентов болезни Альцгеймера имеют точно установленную какую-то моногенную природу. Но вот когда говорят, что, знаете, если люди ведут очень активный образ жизни, много работают, у них постоянно мозг находится в состоянии активном, если не сказать агрессивном, то у них реже развивается Альцгеймер. Или это неправда? Во-первых, нужно учитывать, что все-таки установлено, что не то, что реже развивается, а признаки деменции у них позже появляются. То есть это, в общем, такая важная и нужно понимать, важная штука, ее нужно понимать, да, что чем ты активнее ведешь жизнь интеллектуальную, тем меньше шансов, что будет деменция. Или позже она будет. Чем дольше хватит твоего мозга для того, чтобы справляться с бытовыми делами. Если человек знает шесть языков и очень интеллектуально развит, понятно, что ему нужно, чтобы у него разрушилась, грубо говоря, половина мозга, чтобы стало заметно, что с ним что-то не так. Я вас поняла. У нас на связи Мария Павел Филимонов, психиатр. Павел, здравствуйте. Добрый день, Катя. Спасибо, что присоединились к нам, Павел. Но вот эта дикая, совершенно жуткая болезнь, которую мы наблюдаем, к сожалению, многие из нас наблюдают и у наших родных, и близких людей, вот есть ли способ ее хотя бы замедлить на сегодня? Вот что можно сделать для того, чтобы мы не теряли людей, которых мы любим, потому что они теряются, естественно, это уже не те люди, а совсем другие. Можно ответить на этот вопрос по-разному. Но в пигибекинг, относительно того последнего вопроса, который вы задали, это такой термин – когнитивный ресурс. Я помню как-то, я слышал, ведущий специалист по деменциям рассказал случай, когда у него был пациент, Нобелевский лауреат. И когда он посмотрел на МРА его мозг, он был в ужасе, потому что колоссальная атрофия мозга, что-то орешек плавает какой-то в жидкости на экране, но когда он с ним разговаривал, то, в общем, человек практически почти сохранный. То есть, когда мы набираем вот эти вот ресурсы, то действительно нужно атрофировать колоссальное количество нейронов до того, как мы действительно развиваем деменцию. Потому что деменция – это, так сказать, я не сказал, о чем мы говорили вначале, но это разница между болезнью Альцгеймера и деменцией. Деменция – это функция, потеря функции заметная. Так вот, да, это один из способов что-то сделать. Потому что для меня, как психиатра, это очень важно. Наша человеческая реакция к этой болезни, которая занимает все больше и больше места в культуре, а не только в медицине. Да, то есть вот какая-то интеллектуальная стимуляция и попытка учить какие-то новые вещи, стимуляция мозга с разных сторон. Судя по всему, это в какой-то степени предохраняет. Но в общем и целом, поскольку, естественно, нет лекарств, то есть у нас есть какие-то лекарства, на них очень ограниченная эффекта. А почему так? Обещайте мне, Павел и Мария, вот в чем проблема? Почему нельзя придумать лекарства против Альцгеймера? Павел, с вас. Ну, это дегенеративный процесс. Мы просто пока не нашли, как его остановить и как его повернуть вспять. И тот факт, что, ну, главный риск-фактор – это возраст. Да, если там тебе 60 с чем-то, то у тебя там один шанс из 100, что у тебя Альцгеймер. А если тебе 95, то, в общем, очень мало людей, единицы буквально, у которых этот процесс не пошел. То есть это какой-то универсальный процесс, процесс, который, ну, еще не помню достаточный, чтобы нужно... Ну, почему? Вот мы видим, мы видим там... Не знаю, господи, да, огромное число политиков сильно за 70, иногда сильно за 80, и они держатся чудесно и размышляют трезво, и все прекрасно. То есть это же не обязательно должно произойти, Мария, с человеком? Нет, конечно, не обязательно. В 70 лет примерно у каждого десятого деменция разного происхождения, но у 9-ти-то из 10-ти же этого нет. Есть вообще понятие суперэйджеры, когда у человека в 90-100 лет не замечается признаков, собственно, старения мозга внешних по результатам. И вот, Мария, скажите, пожалуйста, что надо делать, когда ты имеешь дело с человеком, у которого альцгеймер, да? Ведь это... Поправьте меня, если я не права, но ведь это для тех людей, которые, в общем, не больны, а находятся рядом, скорее, проблемы, чем для тех людей, которые больны, потому что они же не осознают, что они находятся в другом измерении, а страдают близкие. Вот как им себя вести, как реагировать на агрессию, как реагировать на какие-то жуткие совершенно выпады и проявления злобы, что ли, да? Как общаться, как человека сохранить на максимальный срок? Потому что, понимаешь, что наступит в какой-то момент конец, да? Но дотянуть, максимально вытянуть человека, как можно? Так вот коротко это не расскажешь. Есть определенный алгоритм. Нужно решить медицинские проблемы. Должен быть адекватный, доступный лечащий врач, с которым можно решать новые появляющиеся проблемы, а они будут все время все новые и новые, и у всех они будут немножко разные. Нужно решить социальные проблемы и юридические проблемы, тоже вовремя этим всем заняться. У нас школа для родственников, пациентов существует в видеозаписи, создается в онлайн-формате. То есть мы делаем все для того, чтобы, вот наша организация делает все для того, чтобы эта информация была доступна, ее не расскажешь вот за две минуты. Я вас поняла. Павел, на ваш взгляд, как надо разговаривать с человеком, у которого альцгеймер? И надо ли с ним разговаривать? Ну, прежде всего, альцгеймер, ведь это процесс, и все зависит от того, как далеко зашла деменция. В некоторых ситуациях нужно часто... Огромная проблема возникает, когда человек уже не может. То есть деменция зашла так далеко, что человек уже не может и не должен оставаться дома. То есть это мучение для всех. Человек должен быть переведен в какое-то место, где, ну, просто это будет даже безопаснее для него или для нее. И родственники, у которых очень часто бывает, не знаю, как в России, но здесь, в Америке это очень часто, огромное количество стыда возникает у детей, когда они должны переводить, ну, отпустить маму или папу, дедушку или бабушку в какое-то заведение. И вот с этим нужно работать, нужно, так сказать, помочь вот этим людям понять, что, ну, это лучше для всех. И даже, в общем, меньше опасности, что человек в этом состоянии, на этом уровне деменции очень часто может упасть, сломать шейку бедра. И это, в общем-то, мучение для всех. Отпустить это невозможно. Для многих. То есть вообще у нас в психиатрии, это очень важно понять, что уровень стресса, которому подвергаются члены семьи, людей в достаточно далеко зашедшей деменции, и даже в начальной деменции, это один из самых высоких уровней стресса. Тут очень много факторов играет роль, то есть это потеря личности. Сначала нам приходится обычно иметь дело вот с динайлом, то есть что люди... Отрицанием. Да, с отрицанием. И это, конечно, очень сильно влияет на отношения. Какие-то аспекты отношений, которые раньше были, проблемы, с которыми пара, например, могла каким-то образом иметь дело, когда развивается деменция, это все гораздо сложнее. То есть, опять-таки, нельзя коротко ответить на этот вопрос. Да, я поняла. Ну, видите, у нас такой формат. Последний вопрос тогда, Павел, к вам. Я уже Марию об этом спрашивала. Вот тот факт, что за 16 лет до проявления первых признаков, первых симптомов Альцгеймера можно установить предстоящее наступление болезни. Что это меняет? Вы знаете, я не совсем согласен, что это не прорыв. Я думаю, что это в какой-то степени все-таки прорыв. Прорывается, потому что вот этот НФЛ, он не только качественно, но и количественно определяет степень потери нейронов. И это значит, что можно ожидать повышения фондов, которые будут отпускаться на исследования Альцгеймера. Потому что до сих пор, если мы возьмем роль болезни в обществе и роль таких болезней, как, скажем, рак или сердечно-сосудистые болезни, или даже СПИД, то на Альцгеймер фондов отпускается гораздо меньше. Да почему? Потому что невозможно диагностировать, невозможно лечить. То есть, ну зачем как бы стараться? Теперь это немножко меняет правила игры, потому что у нас появится теперь маркер, который можно будет использовать даже фармацевтическими компаниями, для того, чтобы отслеживать, как какой-то способ лечения действительно работает в реальном времени. И я думаю, что это может быть действительно game changer, потому что вот эти вот pipeline, вот эти вот новые какие-то препараты, или даже не медицинские, не химические способы лечения, они смогут установить какую-то корреляцию. То есть я оптимистичен в этом смысле. Что ж, дай бог, спасибо вам большое. Павел Филимонов и Мария Гантман были с нами на связи. Мы говорили о том, что теперь возможно установить наступление Альцгеймера за 16 лет до появления первых симптомов. Спасибо.